даруйте за невеличкую затрынку тут были справы или у себя с вами и пакуль я не выходим в эфир бурабим свой проект голос и новой белоруссии про наших политзнаволенных с профессурой и артыстами ельского университета и ельского репертуарного театра шмар чего сдарилась и доброго и дрянного и вот я начал с фотографии паула беловуса вось он павел який был засудженный на 13 годов днаволения 13 годов днаволения только за то и что и он сумленный белорус стоит только за то и что и он а любить белорусскую моу любить белорусскую историю шануя я не зато и что он зарабил модными наши национальные символи зарабил поспеховый бизнес законный бизнес и он не там як некие некоторые близкие до лукашенко люди не контрабандой займался займался тым что у центры минску и инши города у беларуси отчинил крамы яки я продавали вышимайки значки некие там кружки и всякое такое белорусской символикой зарабил гэта модным сярод молоди то и что ниякая пропаганда николи у житти не можа зарабить як яны там не не пытаются гэты гэты заход над балотом червоно-зеленый яны не могут зарабить модным и не зробят николи а белорус гэта зарабил гэта был человек який падтрымал святы стагодзя белорусской народной республики нашей первой державы проекту и так сама пытаются замолчать забыть и и он зарабил каля оперного театра сумесно с алесим липаем нажаль уже ляки пайшова нас зыншими людьми свята белорусской народной республики 25 саке века их это было фантастычная там был гэта было такое ну ну зявишься а сапрауды калі белорусы акчувалі сябе белорусами и малі гонар яны 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 бачалі што мы маем некую ну сапраудную свою гісторую якая не гісторая россии не гісторая іншых краин свою гісторую и и вось ягу асуділі на 13 гадоў абсурдныя аббіновачування абсурдныя вось зусім абсурдныя бо ён нічога не зарабіл нічога нельга яму ну ну паказаць што ён нешта зарабіл супрэцзаконная ў яго было белый чистый законный бізнес за якога ён платіў налоги и ўсё и ўсё и ён праводзял ўсе мероприемцы толькі з дозвалу дзяржавных структур нічога нельга знайсти але ёсць такі артыкулы які прышпылі куды хош гэтае распалівання варожысті херожысті і прачае прачае тое што ну ну вызываясь смех кі здрада дзяржаве ён здрадзі ў дзяржаве таму што ён ён был беларускі націэналіст гэта ў офіційным гэтым документе аббіновачування што ён беларускі націэналіст мая ідеялы беларускай націэнальны ідэй і таму ён здрадзі ў дзяржаве дзе логіка дзе ў вогулі тут нейкае таму ось мне вельмі жаль я патрымліваю пашу ён не з'єхаў яго арэштавалі толькі ў лістападе ў концы лістапада 21 года ён мог вось быв год пасля 20 пасля 20 га ён мог з'ехаць ён не з'ехаў ён застаўся с детками, с жонкой ў свае хате яку ён пабудавал пабудавал сабе хату аля нажаль яны дэй аго пришлі і ёс дзекаюць ось баліцзэ яго душа, сэрцца, паша ну трымайся што могу сказаць не павінен ён 13 гадоў сядець як і не павінны сядець ни Сергей Тихановскі ні Статкевич ні Бабарыка ні Калеснікова ні Сивярынец Ни мозгон, никто не повинен сядеть Столько и это наша боль и наша несправоможность добиться наших выбитных белорусов, лидеров И не лидеров, а просто теми, якими краина повинна нарыться, а не сдековаться Отпустили на волю И так само пришла новина про Илю Миронова, який бы у нас на стримах заходил, кали не кали Але человек абсолютно уникальный, бо он не зломный И он, вось, саправды личить, что повинна быть увага до кожного политзневольного Он пишет им письма, и он публикует информацию, кали день на родину Кали человек вышел, коль кий день сядеть Это уникальный, я в Фейсбук, это уникальная энциклопедия Вось, про политзневоленных в Беларуси Про тое, что робить у Лада Як она пытается, гэтая у Лада, изничтожить элиту беларускую Убить усе самое лепшее, что беларусы зарабили Таму, ну, ось, можно поглядеть, зараз его опять затрымали Написала его мать на 10 суток пакуль Ну, дай бог выйдя бы, ну, так сам ничего не робить супразаконного Ничего супразаконного Я написал только скарги на пропагандыстов, які саправды распаливаючь ворожасть Які саправды распаливаючь ненависть Украине Да, на муковожчика, на гэтага азаронка Ну, припыленных гэтых Вот, калі ласкапиш, у мене єсть напамін пра Беловусу Летам 20-го она была ленту з арнаментом Зараз нашу як упрыгожвання Ну, агромная колькась беларусов мае некі сувениры Які напамінають, што мы беларусы Кто мы єсть? Кто мы такіе? Беларусы Вся попытка стереть нашу память Стереть нашу историческую память Стереть нашу гордость Стереть наше ощущение собственного достоинства А этим занимался сначала Советский Союз Теперь вот этот наш Любитель тоже Советского Союза Они пытаются стереть в беларусах достоинство Самое главное Вы знаете, какой был процент Издания беларуских книг Сразу после Второй мировой войны? 85% Книг, которые издавались в Беларуси Беларуси были беларускоязычные книги Беларуско-мовные А сколько стало к 80-м годам И в 80-е годы? Только 9% То есть 9% всего, что в Беларуси издавалось Было на беларусском языке А 91% был, как вы понимаете Русскоязычный Шла жуткая русификация Чудовищная вообще Преступная И когда беларусы немножко вздохнули А в начале 90-х Получили свою страну Получили независимость Суверенитет Начали восстановить беларусское образование Беларусскую литературу Беларусский театр А потом пришло вот это И опять беларусов Пытаются уничтожить как нацию Опять стирают историческую память Не было никакой беларусской истории Была только история Вместе с Россией С Российской империей И Советским Союзом Все И сейчас в союзе с Россией Что за бред? Вот Поэтому то что конечно делал Беловуз Это уникально Это очень ценно Это на самом деле Ну Я скажу что В Новой Беларуси Таким людям надо ставить памятники Называть их именами Проспекты И давать ордена Это точно Вот тоже информация Про Бабарико Которого скрывают Которого там Судя по всему Избили Тяжело Порвали ему легкое Пневмоторакс Он лежал в одной В больнице В Новополоцке Потом в отряд Не вернулся И в колонии Его нет И все скрывают Где он уже Которые Которую неделю От адвокатов От родственников От всех И сейчас Пишут Что Виктор Бабарыка Может находиться У больницы Сезана Володарцы Сегодня Активисты Инициативы Рабочей Рух Усвоит Ша с первшими Поведованием Про шпитализацию Полезневольного Виктора Бабарыки Заявили Что политик Может находиться У туремном Шпитале У Сезана Володарского Ось Пого для Неявных известок Виктор Бабарыка Каля тыдня Знаходився У Новополоцкой Центральной Городской Больницы После чего Прикладно 3 мая Его забрали У Новополоцкую ПК Наступный день Повезли У Керунску Минска На Володарского Утремную Больницу Ну мы не ведаем Не ведаем Дакладно Але Йон Зник Йон Зник И Над им Ну Сдекались Раз Не могут Навод показать На вот Колесникову Когда Я ей довели До Язвы Даг этой Я ей потом Показали Да Колесникову Провели Когда операцию Вырезали ей Там Наверное Полжелудка С этой Прободной Язвой До которой Ее довели Естественно Никакой бы Язвы у нее Не было Если бы Она была На воле Вот Довели В тюрьме До Практически Чуть ли не Убийства Вырезали Ей потом Полжелудка Человек может Инвалидом Стать на всю Жизнь Издевались Над ней Но хотя бы Показали Где она Бабарико Даже не Показывают Статкевича Не показывают 90 дней Нет никакой Информации Про Статкевича Николая 90 дней Марина Аданович Жена Статкевича Пишет У себя В Фейсбуке Посмотрите Пожалуйста Марина Потрясающий Достойнейший Человек Была у нас На канале И просто Я восхищаюсь Этой женщиной Преклоняюсь Перед ней Но она Пишет Что 90 дней То есть Уже больше Трех месяцев Скоро будет Когда никаких Сообщений От Николая Статкевича Одного Из Абсолютных Политических Лидеров Беларуси Нет Ну Статкевич Личный Враг Лукашенко Как и Бабарико Это личные Его враги Потому что Это люди Которые Действительно Способны Взять Власть После Лукашенко Это люди Которые Которые Имеют Больше Авторитет И популярность Чем Лукашенко У людей Это люди Которые Не сломались Не Как сказать Да Не Не стали Игрушками В руках А наоборот Их Само Существование Это Угроза Тоталитарного Режима Режима